В эфире информационная программа «Панорама». С вами в студии я, Анна Брянская. Здравствуйте! И о главных новостях пятницы поговорим прямо сейчас. Врачебные кадры. Айхало-Удачнинская больница пополнилась специалистами. Увеличить мощность. Белюйская ГЭС требуется четвертый агрегат. Настроение осень. Мерненцы наслаждаются яркими красками. В Москве ушел из жизни один из выдающихся организаторов горного производства. Кавалер Ордена, полярная звезда Владимир Дюкарев. В 2001 году он входил в число 100 самых профессиональных менеджеров России по рейтингу газеты «Коммерсант». В алмазной отрасли Владимир Дюкарев прошел путь от мастера до главного инженера удачницкого ГОКа. Затем возглавлял Айхальский горно-обогатительный комбинат. С 1995 года по март 2002 работал первым вице-президентом, генеральным директором Алроса. Руководство весь коллектив компании выражает глубокие соболезнования родным и близким. Сегодня в России стартовали выборы в Госдуму. Они растянутся на три дня. По данным Центра избиркома республики, всего в Якутии в списке голосующих внесено около 650 тысяч человек. В Мерлинском районе избирательные участки открылись в 8 утра. Жителям предстоит проголосовать за кандидатов в Госдуму. Также избрать дополнительно народных депутатов региона. В участковой избирательной комиссии номер 299 в здании МРТК до обеда проголосовало около 20 человек. Одним из первых свой гражданский долг исполнил председатель профсоюза «Профалмаз» Александр Басыров. Сегодня я прежде всего голосовал за стабильную ситуацию, за развитие нашей страны, за развитие Мерлинского района, за развитие компании «Алроса». И в том числе, конечно, за реализацию нашего плана, который мы совместно составили со всеми жителями Мерлинского района. Всего в Мерлинском районе работает 35 избирательных участков, из них 16 в Мирно. Все члены комиссии обеспечены масками, перчатками и халатами. Каждому участнику прикреплены сотрудники полиции. Также за порядком следят общественные наблюдатели. Люди идут не очень активно, так сказать, к обеду. Ну, порядка 50 человек у нас. Есть еще время проголосовать, то есть субботу, воскресенье. Я думаю, наши жители города Мирного примут активное участие в эти дни. В Ленском районе тоже начали голосовать. Три-четыре избирательных участка будут работать до восьми вечера. Всего в Ленском районе на выборах проголосует более 26 тысяч человек. На временных участках, Талаканском и Чаиндинском месторождении – 8,5 тысяч вахтовиков. В труднодоступных участках, на нефтеперекачивающих станциях, в селах Хамра и Янялы уже проголосовало почти 800 избирателей. 19 сентября в 8 часов вечера каждый избирательный участок начнет подсчитывать голоса. Итоги озвучат 20 сентября вечером. В эти дни идет голосование не только в помещениях избирательных участков, но и вне помещения, то есть на дому, в больницах. Заявки поступали с 9 сентября, и все комиссии будут осуществлять выезд на дом, к больным людям, инвалидам, ну и людям преклонного возраста, кто пожелал, чтобы к ним приехали. Выезд в течение дня, маршруты и время оговаривают сами участковые избирательные комиссии по тому, сколько у них заявок. Минздрав проведет исследование совместимости вакцин от коронавируса и гриппа. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Гряднев. Он уточнил, такое решение приняли эксперты по иммунопрофилактике. Исследование пройдет в кратчайшие сроки. Для того, чтобы совместить одновременно вакцинации против коронавируса и гриппа, необходимо еще раз проверить их на безопасность и эффективность, но только при одновременном введении. Но пока мы оставляем тот промежуток между вакцинами. Это один месяц. Дополнил заместитель министра здравоохранения России. А теперь о статистике заболеваний. По данным регионального оперштаба, в Якутии количество заболевших COVID-19 к концу недели выросло. Максимальное число инфицированных выявили 16 сентября – 174 случая. Минимальное – 13-го. 155 заболевших. Коллектив Айхала у дачницкой больницы пополнился новыми врачами. Из Кыргызстана, республики Тыва, Алтая приехали специалисты, чтобы продолжить свою трудовую деятельность на Крайнем Севере. Как встретили их в новом коллективе? Своими впечатлениями врачи поделились с нашим корреспондентом. В норме ли пульс, давление – общие показатели работы организма. Худманбек Измаилов внимательно следит за состоянием своих пациентов. Он врач-реаниматолог. Приехал с супругой врачом-терапевтом из Кыргызстана. Признается, манили неизвестность и новый коллектив. Ну, отделение, в принципе, работы и у нас учеба почти что схожи с Российской Федерацией. То есть по заболеваниям, по лечению, тактикам, в принципе, во многом есть нюансы. То есть каждое учреждение своя отработанная тактика есть, то есть клинические руководства. И вот эти моменты я уже освоил. Супруга Кутманбека Айдай Нурбаева долго адаптировалась к северным климатическим условиям. Зато первая встреча с коллективом оставила теплые воспоминания. В первое впечатление это хорошее было, то, что здесь природа, тайга. Очень хорошее встретили, нас очень тоже хорошо. Нам дали квартиру, потом мы начали работать. Конечно, первое время было тяжело, но сейчас уже мы привыкли. Чудура Аюн из республики Тывань, задумываясь, приняла приглашение и приехала на крайний север. Хотелось перенять опыт врачей из другого региона, да и своим поделиться. Она терапевт. Из восьми лет практики шесть она проработала в Тыве кардиологом. По прибытию, как и всем другим врачам, ей предоставили комфортное жилье со всем необходимым для проживания. А вот Людмила Минакова из Алтая попала в удачный по воле судьбы. И здесь продолжила работать врачом-педиатром. Встретили меня хорошо, сразу в аэропорту, привезли в поселок, в город, дали квартиру. И, в общем-то, я устроилась безо всяких проблем. Ну, 20-го числа я прилетела, а 23-го вышла на работу в педиатрическую службу. И все же пока потребность медперсонали в районе в целом сохраняется. В свою очередь, генеральный директор Алроса на встрече с общественностью подчеркнул, что компания вкладывает средства в развитие здравоохранения в Мирненском районе. Большая их часть пойдет на закупку оборудования, для обслуживания которого нужны квалифицированные кадры. Примерно 125 миллионов уже это Мирненская больница и около 80 миллионов Айхальско-Удачнинская больница. Но одно дело оборудование, машины, другое дело, конечно, это руки, это врачи, золотые руки. Вот здесь понимаем, что будет сложнее. И самое главное, конечно, обеспечить все это оборудование восквалифицированным персоналом. Сегодня Айхало-Удачнинская больница укомплектована врачами на 63%. Напомним, что в июле этого года, во время рабочего визита главы республики в Мирный, Айсен Николаев поднял проблему медицинских кадров и поручил повысить укомплектованность специалистами больниц и поликлиник района. Ксения Журавлева, Ирина Балкова, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». В конце августа на Вилюйской гидроэлектростанции запустили один из трех агрегатов. Все три установки перерабатывают механическую энергию реки Вилюй в электрическую. По плану гидроагрегатов должно быть четыре, чтобы ГЭС заработала в полную мощь. Наша съемочная группа узнала, для чего еще он нужен четвертый агрегат и сколько средств понадобится, чтобы его приобрести. Запуск гидротурбины на первом агрегате Вилюйской ГЭС сродни запуску ракеты. Последние команды по рации, нажатие кнопки – и вот спокойная турбина за считанные секунды развивает скорость до 88 оборотов в минуту. Рев гидротурбины первого агрегата здесь не слышали давно. Была на ремонте. В конце августа вернулась в строй. Цех гидроэлектростанций тоже похож на космические. Специалисты на цифровых мониторах проверяют исправности и неполадки механизма. Перед запуском важно проверить каждую мелочь. Для этого сюда приглашают специалистов с других городов. Сервисные работы мы в основном проводим для того, чтобы в течение какого-то времени, долгого, могут быть какие-то изменения, связанные с электротехникой, то есть конденсаторы посаживаются и так далее, в связи с чем могут плавать преобразователи. Поэтому мы приезжаем, проверяем всю электронику, проверяем, что не сбилась калибровка контррегулирования. Вилюйская ГЭС входит в состав генерирующих станций Дальнего Востока, преобразовывает энергию воды в электрическую. Гидроэлектростанция снабжает энергией все промышленные предприятия, не только компаний, но и во всей республике. Чтобы станция заработала на полную мощность, необходима работа четырёх гидроагрегатов. Сейчас в эксплуатации только три. В данный момент у нас в силу отсутствия четвёртого агрегата и в силу отсутствия воды, объёма воды в проточной части, возникают неравномерные напряжения в фундаменте здания ГЭС. Поэтому четвёртый агрегат нам крайне необходим. Обществом проделана большая подготовительная работа по реализации строительства четвёртого агрегата. Так, у нас на данный момент заключены договора на разработку проектной и рабочей документации шестового комплекса четвёртого агрегата. Также заключен договор на разработку схемы выдачи мощности Светлинской ГЭС с учётом ввода в эксплуатацию четвёртого агрегата. И также заключен договор на исследование баланса электрической энергии и мощности. Стоимость проектных работ порядка 100 миллионов рублей. Это первый этап к реализации большого проекта по завершению строительства Светлинской ГЭС. Что касается четвёртого агрегата, стоимость определят после завершения проектно-сметных работ. Технология строительства сверхглубоких карьеров, новые технологии в горном оборудовании и многое другое. В Мирном прошла международная научно-практическая конференция «Горнодобывающая промышленность в XXI веке. Вызовы и реальность». Мероприятие такого уровня проходит в Алмазной столице уже четвёртый раз. В этом году его приурочили к 60-летию института, а также к Году науки и технологий. Подробности расскажет Иванна Филиппова. Порядка 100 участников собрала научно-практическая международная конференция в Мирном. В связи с ограничениями более 100 человек подключились в режиме онлайн. Учёные из 19 городов России, а также 7 стран представили свои доклады. Германия, Ангола, Испания, Австралия, Финляндия, Белоруссия и другие. Как отмечают организаторы, ценность этой конференции в том, что здесь ставятся и обсуждаются актуальные задачи. Вопросы горнодобывающей отрасли по научным направлениям, инновационным технологиям, по подготовке кадров. Мы, конечно же, нацелены на решение этих научных задач, подготовке кадров для этих направлений. В том числе и секунд неправомазом мы сотрудничаем уже много лет, много выпускников Иркутского политехо, работает компанией. И мы также выполняем часть научно-технических работ в интересах как института, так и в целом компании «Алруса». Во время работы секции в свою продукцию представили различные компании. Представитель немецкой фирмы «Паус» рассказал о новшествах горно-шахтной и горнорудной технике. Сегодня технологии, применяемые в горнодобывающей отрасли, не стоят на месте. Появляется высокопроизводительное оборудование, растет цифровизация производства. Очень активно развивается цифровизация. Здесь делают не только цифровые модели месторождений, но и применение цифровых моделей в управлении, при добыче алмазов, при их обогащении и так далее. То есть это направление тоже, конечно, является очень перспективным. Как отметили организаторы, все работы, представленные на конференции, заслуживают внимания. Некоторые новаторские идеи применят и в алмазной компании. Мы оценили, рассмотрели лучшие практики и для себя наметили, что нам нужно сделать в этом направлении, в том или в другом направлении. Сегодня мы идем к вопросу о возрождении мира, проработке подземного рудника для Айхальского ГОКа, и так далее. То есть мы в таком оптимизме смотрим, что есть у нас технологии и будут проекты, которые позволят реализовать наши задуманные планы. По итогам конференции сформирован проект плана действий алмазной компании на ближайшие 10 лет. Лучшие идеи будут воплощены в жизнь. Ивана Филиппова, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Уже следующим летом исполнится мечта многих айхальцев. В парке поселка «Здоровье» появятся кафе, зоны отдыха, детские площадки, уличные тренажеры и многое другое. Сейчас руководство поселка ждет на благоустройство 20 миллионов рублей из республиканского бюджета. Также проект местных инициатив по улучшению комфортной среды стал одним из победителей конкурса социальных проектов «Территория Алроса». Глава республики Айсен Николаев и гендиректор Алроса Сергей Иванов лично поздравили участников с победой. Напомним, конкурс благоустройства Мирненского района Алроса запустила по инициативе проекта «Народный актив». Предложить свои решения могли местные муниципалитеты и общественные организации. В конкурсе победили 8 проектов с городов и поселков Мирненского района. На реализацию проекта по благоустройству парка «Здоровье» Алроса выделит более 5 миллионов рублей. По этой же программе в Айхале появится профориентационный медиа-центр «Про движение». В центре дополнительного образования «Надежда» будут работать со старшеклассниками, причем со всего района. Ребят будут знакомить с предприятиями Алмазного региона, расскажут о востребованных профессиях. Дети смогут узнать информацию об учебных заведениях, в которых можно получить образование, ориентированное на рынок труда региона. Как не грустить о лете и полюбить, наконец, осень. Тепло одеться и отправиться на прогулку. Замерзший нос и прозрачный осенний воздух – вот что ждет вас в парке или за городом. А еще незабываемые виды всех красок осени. Ими наслаждался наш оператор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok